На пересмотре приговора Евгения Чудновец настаивала как прокуратура, так и Верховный суд России. И в итоге сегодня Курганский областной суд полностью оправдал Чудновец. В декабре, напомню, ее приговорили к пяти месяцам колонии за репост в социальной сети ВКонтакте. Репост видеозаписи с издевательством над ребенком. И хотя решение об освобождении вступило в силу в зале суда, сама Чудновец до сих пор остается в колонии. Ее отпустят только когда в исправительном учреждении получат постановление суда. Адвокат Чудновец сообщил, что она потребует компенсации за содержание под стражей. Воспитательницу Екатеринбурга осудили за распространение детской порнографии. Когда Чудновец перепостила на своей странице видеоролик с издевательством над голым ребенком, она заявила, что таким образом хотела привлечь внимание к нарушению прав несовершеннолетнего. Своей вины Чудновец не признала и обжаловала приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека. Сейчас мы получили тот пример, как должен поступать каждый гражданин, который осужден невиновно, и который не чувствует за собой вины. И имея некий отклик на слова зампредседателя Верховного суда о количестве обвинительных предоворов России, который заявил, что их просто не обжалуют, и люди соглашаются со своим обвинением, мы сейчас увидели по делу Чудновец пример, который не согласился с этим обвинением, прошла судебная инстанция и восстановила справедливость в свое доброе и честное имя. Субтитры создавал DimaTorzok